Несколько дней в Театре кукол «Сказка» будет работать творческая лаборатория для режиссёров под названием «Взрослая драматургия в Театре кукол». О целях и задачах лаборатории поговорим сегодня с Надеждой Васильевой, директором Театра кукол. Здравствуйте, Надежда. Добрый день. По вашему мнению, вообще, насколько востребована взрослая драматургия в кукольных театрах и с удовольствием ли барнаульцы пошли бы на взрослую драматургию в куклах? Если говорить о нашем регионе и в ряде других регионов, конечно, взрослый зритель, он не привык ходить в Театр кукол. Но если расценивать Санкт-Петербург, город Москва и Уральскую зону, и своего опыта, когда ты бываешь в командировках, конечно же, пользуясь случаем, пытаешься попасть на спектакли в Театр кукол, как раз касаемо взрослой аудитории. Там очень много таких спектаклей. Очень много, очень много. И, к моему удивлению и радости, билетов на взрослый спектакль невозможно достать. И последний раз, когда я была в Санкт-Петербурге на форуме, только пользуясь личными связями, знакомством с директором, мне удалось попасть на спектакль. Я сидела на приставном стульчике. Это говорит о том, что они востребованы и вызывают большой интерес. А барнаульцы пошли бы на такой спектакль? Вообще когда-нибудь в Театре кукол сказка оставили для взрослых что-то? Почему и возникла история с этой лабораторией? В 1980-е годы Театр кукол как раз и гремел. И был, наверное, наш. Эта история была связана с Евгением Зайфовичем Гимельфарбом. И если задать вопрос о данной личности людям, которые в то время считались молодежью, то будет известно. И, конечно, вы услышите очень много хороших отзывов о том времени. И более того, я скажу, что в тот период, в 1980-е годы, невозможно было билетов достать на спектакли нашего театра. То есть было много таких спектаклей? Например? Блог-12, по Шукшину был спектакль, Тиль был. И как раз они пользовались большим успехом. Буквально три месяца назад наш театр отпраздновал юбилей. Нам исполнилось 55 лет со дня основания. Евгений Зайфович, как раз ленгидарная личность, режиссер, который работал в тот период, он приехал к нам на юбилей. И одним из пожеланий его было как раз вернуть взрослый репертуар в театр «Кукол». И это, наверное, дало толчок к созданию, к возникновению данной лаборатории. А вот чего вам не хватает для подобных постановок, чтобы ставить такие спектакли? Именно того, что барнаульцы не пошли бы? Или техническая какая-то страна? Вы знаете, наверное, сегодняшний момент у нас все есть. И учитывая то, что год театр, мы зашли в год театра, и то, что в сентябре нас ждет долгожданный переезд, долгожданное новоселье, и технически будет театр оборудован отвечать всем требованиям современным, которые предъявляются к театру «Кукол», я думаю, что все есть. Единственное, что нас сдерживало, огромное желание есть. И если говорить, опять же, о публике, и потребности со стороны публики уже и просят некоторые наши постоянные зрители, уже хочется что-то интересное, актуальное, современное посмотреть. Были переживания о готовности нашей труппы к постановкам такого рода. И как раз лаборатория, она покажет, то есть это будет таким неким трамплином между режиссером, готовностью труппы к постановке взрослого репертуара. Немножечко поподробнее. Что вообще в течение ближайших четырех дней будет происходить на сцене вашего театра? Кто будет задействован в этом? Кто приехал? Приехали три режиссера. Один режиссер – это наш режиссер Мария Любецкая. Три режиссера, два режиссера приехали из Санкт-Петербурга. И Дмитрий Шишанов из города Красноярска. Вот именно те люди, которые ставят взрослую драматургию? Мы, я не сказала бы, что это именно те люди. Мы в лаборатории поставили задачу, тему лаборатории взяли взрослую драматургию. Но мы себе еще так поставили рамочки, что это будут не именитые режиссеры, а это будут молодые начинающие режиссеры. Потому что мне кажется, что нужно давать молодым нашим режиссерам возможность постановок. Те условия, в которые сейчас развивается Театр Кукол, тоже дают такую возможность. И мы решили поэкспериментировать. Ну, если уж пробовать, то пробовать по полной программе. И на сегодняшний момент уже эта лаборатория открылась. В данный момент ребята работают. Два, как я уже сказала, два режиссера из города Санкт-Петербурга. Это Анна Бесчастнова и Роман Бакланов. Дмитрий Шишанов из города Красноярска. И четвертый режиссер, это наш режиссер, работающий у нас в театре, Мария Любецкая. Задействованы все актеры нашей труппы. Предварительно, конечно, была проведена с каждым режиссером работа. Были отобраны актеры. Предварительно они обсуждали формат проведения лаборатории. То есть каждый режиссер будет ставить какой-то спектакль. Я так поняла? Каждый режиссер взял себе за основу материал. И по этому материалу в финале лаборатории мы получим некий эскиз, то есть наработки, такую зарисовку, как он видит себе эту постановку. После каждого просмотра у нас создана экспертная группа из числа ведущих театралов города Барнаула. Также мы пригласили для оценки этих работ завкафедры кукольного отделения из города Новосибирска Эльмиру Ростиславовну Куриленко. По итогам просмотра мы составим беседу, что режиссер, какую мысль закладывал, что ему удалось, что получилось. Какие-то, может быть, будут высказаны предложения для дальнейшей работы, для дальнейшего использования этого материала. И самое главное, экспертная комиссия, она может рекомендовать по положению одну работу для дальнейшей постановки в нашем театре. Не исключено, что это, может быть, будут и две, и три, а может быть, и четыре будут рекомендованы постановки. А ведь наверняка какие-то необычные куклы нужны для взрослой драматургии. Ну, здесь, наверное, больше вопрос адресован режиссерам. Я скажу про действующую лабораторию. Два режиссера привезли с собой уже подготовленные, изготовленные куклы. Конечно, они отличаются от традиционных кукол, которые мы используем. Допустим, у Дмитрия Шишанова это куклы-маппеты. У нас таких кукол не было, мы не использовали. У второго режиссера это такие, знаете, куклы, тряпичные куклы, больше похожи на тряпичные куклы, у которых нет ни глаз, то есть нет изображения на лице, такие безликие куклы. Ну, это у него, наверное, такая постановка какая-то будет, да? Ну, я надеюсь, что это какая-то творческая такая режиссерская задумка. Увидим в субботу, что это будет, как это будет. И когда уже у нас теперь в Театре кукол-сказка появится что-то для взрослых после этой лаборатории? Сразу или все-таки потребуется какой-то период времени? Я думаю, учитывая то, что впереди нас ждет долгожданный переезд в новое здание, конечно же, необходимо время на то, чтобы обустроиться, обжиться в новом помещении. И второе очень главное событие, помимо переезда в ноябре, мы планируем провести всероссийский фестиваль театров кукол. И на новой площадке мы соберем у себя ведущие кукольные коллективы нашей страны и Сибири, это точно. Я думаю, что, если говорить о сроках, то это, наверное, 20-й год в перспективе, я думаю, что уже мы можем увидеть. Еще немножко позже, да? Но вы сами-то ждете? Конечно, мы ждем. Бурноулцы пойдут, как думаете? Я думаю, что пойдут. Мы в первых рядах, и молодежи это интересно. Даже если говорить о материале, который выбрали ребята сегодня для постановки, это «Чайка», классика. Роман Бакланов взял документальный театр в сети, то есть он поднимает такую важную проблему, роль социальных сетей на развитие человека и роль социальных сетей в жизни человека. Это очень современное, по-моему. Это очень современное. Я думаю, что это будет очень интересно нашей молодежи. Третья работа Дмитрия Шишанова, он будет рассуждать о становлении российского государства через куклу. Мария Любецкая – это дети Ноя. В общем, разнообразный материал. Разнообразный материал, да, очень интересный. Я думаю, что даже сам факт, а как это будет, а что это будет в куклах, должно привлечь внимание наших горожан. Спасибо вам, Надежда. Удачи вам в воплощении всех ваших планов. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили с директором театра «Кукол сказка» Надеждой Васильевой. Продолжение следует...